здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу ответить на пару комментариев которые у меня были я недавно рассказывал про сургут нефтегаз и там когда я рассказывал о том как сделка закрылась я говорил что примерно вот здесь вот я ее открыл вот по такой цене и один из комментаторов пишет мне ну что ты там мельтешишь ты покажи точно сделку покажи где ты ее открыл покажи по какой цене там стрелочку поставь абсолютно точно ну давайте посмотрим на график вот посмотрите когда я говорил что я открыл ее примерно по такой цене вот давайте посмотрим сейчас линеечка и я ее закрыл сейчас я посмотрел то видео 43 135 где-то вот здесь я ее закрыл открыл я ее где-то вот вот здесь вот и мне говорят ну что ты это сама не можешь точно сказать где ты ее открыл ну посмотрите сюда вот какая разница большая вот смотрите вот если бы я открыл ее вот здесь я получил бы 5 14 процента или вот здесь там пять девяносто один процент но на самом деле я получил 6 там с чем-то процентов было показано где-то 6 процентов я получил ну вот скажите вот существенная разница 562 там или 5 85 или там 6 процентов для вас это принципиально вот если бы я сказал точно и точно так же по дням вот здесь бы я ее открыл и или здесь это принципиальная разница или нет дело в том что я настаиваю на том что я имею право говорить о том что приблизительно почему потому что посмотрите вот диапазон той цены которую значит в которой я открывал эту сделку он находится примерно вот здесь вот посмотрите видите да намного здесь цена отличалась она отличалась здесь не намного и я по образованию прикладной математик что такое прикладной математик это математика прикладывается к различным физическим процессам так вот когда мы строим математическую модель физического процесса то мы всегда стараемся вычленить ну по крайней мере нас учили вычленить главные и не обращать внимание на второстепенные какие-то факторы которые влияют на конечный результат грубо говоря и в математике есть понятие бесконечно малых величин это одно понятие и второе понятие которое когда мы строим математическую модель второе понятие называется пренебрежима малая величина то есть это величина от которой мало зависит конечный результат то есть если я говорил в начале что я ожидаю большого роста на эту акцию в связи с тем что дивидендная доходность по ней 18 с лишним процентов я ожидал роста там скажем на 10 15 процентов но рост получился на 6 процентов но здесь неважно абсолютно когда бы я ее открыл вот посмотрите еще раз вот открыл я здесь ее или здесь там 6 27 процента либо 5 с половиной процента но не так важно это друзья мои все равно я получил в районе 6 процентов 6 процентов по сравнению с ну скажем 6 0 3 ну 0,7 процента это в принципе 0,7 это одна одна десятая от того результата который я получил то есть смотрите разница между погрешностью вот здесь в начальной цене в 0,7 ну не так сильно влияет на конечный результат он все равно 6 с лишним процентов в десять раз выше чем вот это вот разница и это еще ответ на тот вопрос а когда конкретно брать акции когда мы ждем большого роста достаточно большого роста чтобы они они выросли и здесь конечно лучше взять подешевле но в принципе это не так важно не надо на этом заморачиваться и еще один момент еще я рассказывал потом впоследствии когда я говорил ну вот здесь я сделку уже закрыл все я сказал я вышел из этой сделки для меня она завершена но люди которые последовали за мной да и честно говоря я потом спекульнул немножко вот здесь вот я когда она начала расти я еще здесь немножечко спекульнул я купил и продался причем и заработал еще три тысячи я просто не стал об этом снимать видео вот но здесь вот я говорил что посмотрите вот она вот я так красочно рассказывал что там вот треугольник сходящийся ленты бойлинджера тоже сходится что о чем это говорит о том что да и вот здесь вот консолидируется индикатор вильямса я говорил что вот прям вот кобра готовится к прыжку и вот этот вот индикатор вот треугольник сходящийся говорит о чем о том что она курс акции скакнет либо вверх либо вниз и мне говорят ну ты же скажи точно куда вот а куда это не известно либо вверх либо вниз но уже этой информации было достаточно для того чтобы принять решение какое решение посмотрите если вы смотрите и вы видите что будет сильное движение по акциям а вы находитесь в позиции то есть вы ее купили то блин ну возьмите вот сюда вот поставьте вот этот вот сейчас скажу стоп стоп заявочку поставьте вот сюда потому что сильное движение будет посмотрите вот она желтенькая линия будет сильное движение если сильное движение будет вверх ваша заявочка не сработает и вы получите свою прибыль а если движение будет вниз как оно и случилось вы зафиксируете убытки вот здесь ну не убытки в смысле а прибыль вот здесь если вы зашли где-нибудь а многие зашли вот по 43 то в общем так сказать там даже прибыли оказались бы а она пошла вниз Потому что я говорил, что сильное движение будет сильно, она либо вниз пошла, либо пошла с таким же успехом вверх, то есть пробила бы вот этот уровень сопротивления, и тогда бы она пошла без особых остановок вот куда-то вот сюда, вот в этот район, 46-ти. Но не случилось, не смогла, вот, и тем не менее, друзья, значит, информация по техническому анализе, она что говорит? Она говорит, движение будет сильно, но поставьте его стоп-заявку, я же для этого снимал видео, для того, чтобы вы, те, кто открыл позицию, это самое, поставили стоп-заявочку, я для этого снимал, потому что мне это уже, это не надо было, для меня уже все. Все, эта сделка закончена с плечом, а без плеча я оставил ее, ну вот, как вы видите сейчас, вот Сургут-Префы, у меня 300 акций, они у меня видны, вот они. Вот, посмотрите, Сургут-Префы, вот у меня стоят в портфеле 300 акций, и, ну, здесь вы видите, у меня черным цветом я распродал, так сказать, акции, которые отыграли свое. Вот, 300 акций у меня в портфеле остались, Сургут-Префы, я намерен по ним получить дивиденды, во вторник будет день отсечки 17-го числа или в среду, в ближайшие, вот, но я не собираюсь их продавать, то есть мне уже не важно, куда она пойдет, вот, если она дойдет до 40, ну, до 43-х, то она точно должна дойти, как я думаю, вот, ну, пусть будет 43. Мне абсолютно не важно, мне важно, насколько она упадет, после этого упадет она где-то на 7 рублей сразу после отсечки, то есть я ожидаю 17-го числа падения на 7 рублей, а дальше уже будет зависеть от курса рубль-доллар, скорее всего. Очень сильно цена акций Сургут-Нефтегаз привилегированы, ну, и от стоимости нефти, во вторую очередь, потому что все-таки это компания, которая нефтедобывающая, с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, что у нее огромные запасы в долларах. Вот, и вы видите, что технический анализ, его надо знать, надо знать технический анализ, во-первых, а во-вторых, ну, как с точки зрения, если математика, то вот не так важно, когда мы входим, а вот на основе технического или там фундаментального анализа я показал, что эти акции должны вырасти, вырасти, и вот здесь вот, ну, я открыл позицию, не так важно, когда я ее открыл. Вот, а вот здесь вот, почему они выросли? Да потому что здесь заседание Совета Директоров, вот это оследить было трудно достаточно, но вот здесь или вот здесь на второй день можно было взять эти акции, вполне рост ожидаемо продолжался, почему? Потому что вот, потому что было объявлено о таких больших дивидендах. Вот, ну, и здесь, смотрите, вот, рост начался с 38, заседание Совета Директоров, когда было 38, значит, соответственно, 38 плюс 7, очень легко посчитать, будет 45, где-то 46 рублей. И вот я как раз и рассчитывал, что акция должна вырасти до такой суммы. Ну, и, собственно говоря, числа Фибоначчи именно это и тоже показывают. Что я хочу сказать, что технический анализ очень сильно помогает, и надо его использовать вкупе с фундаментальным анализом. И обо всем этом я рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников». Сейчас он доступен абсолютно точно в записи, и я думаю возобновить вот еще живой курс. Следующий курс «Биржа для чайников». Вот многие спрашивают, будет ли еще живой, когда будет и так далее. Уже прямо вот, ну, количество таких запросов зашкаливает. Я думаю, что, наверное, попробую организоваться где-то числа с 15 сентября, может быть. То есть я всем говорю, что раньше сентября точно ничего не будет, я хочу отдохнуть. Вот. А после 15, ну, наверное, я думаю, что стоит провести живой курс «Биржа для чайников». Это будет, ну, если я наберу людей, потому что большей популярностью пользуется все-таки курс в записи на самом деле. Живой курс будет стоить наверняка дороже, то есть я думаю, что он будет стоить в районе 10 тысяч рублей, участие в живом курсе. Как всегда, будет, естественно, предварительная запись со скидкой. Это очевидно совершенно. И цена будет постепенно повышаться. Вот. И я это сделаю. Поэтому следите за моими видео, оставайтесь на моем канале. Ну, а сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. С вами был Дмитрий Юрий. С вами был Дмитрий Юрий.